Обе книжки вышли в этом году в издательстве Ирины Александровны Гудын. Первая книжка о нашем кладбище. Название немножечко непривычное. Это город мраморных ангелов. Это непривычно, потому что кладбище никто не воспринимает как город, а даже в переводе с греческого некропа это и есть город мертвых. Город мраморных ангелов, город, который когда-то был посвящен умершим нашим горожанам, который охранялся бережно и властями нашими, и горожанами, и местом покоения родных и близких людей. Увы, с 1972 года наше кладбище заброшено, подано на разграбление, но остается, слава Богу, память, которую мы бережно стараемся сохранить, потому что любая могильная плита, любая надпись, это имя, ну а имя это более чем просто надпись, имя это человеческая жизнь. Это может быть надборный советник, тайный советник, потомственный почетный гражданин, это может быть генерал или адмирал. Вот, кстати, насчет адмиралов, на кладбище погребены 34 адмиралов российского флота, полных адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов. И еще столько же, если не больше, тоже были погребены, мы просто не нашли их могилу. Почти все они разорены, разграблены, сквернены, но опять же есть имена, ну а как известно, пока есть имя, человек живет, поэтому мы стараемся произносить имена как можно больше. В этой книге об ангелах, мраморных, которые были когда-то, ну скажем так, пусть условными, пусть поэтическими, но все-таки хранителями этого кладбища. Их было около 300, теперь их всего 17. Впрочем, на днях мы нашли еще одного, на него горожане нашего Николаева, ну скажем так, советского периода, поставили ограду, чтобы не делать фундамент. Сэкономили на фундаменте, использовали крылья мраморного ангела. С 2005 года нас проводят в субботнике, неравнодушные горожане выходят без всяких обязательств, наверное, потому что, говорит генетика, память, коренной Николаевец, пройти мимо этой разрухи никогда не сможет просто. Поэтому люди выходят и просто поправляют, цементируют, наводят порядки. Потому что это хорошее начало для того, чтобы объявить наше кладбище наповедником, метрополем, историко-культурным местом, где можно будет когда-нибудь и просто проводить экскурсии, а еще и по-хорошему воспитывать и наших, и приезжих, да и, наверное, нас самих тоже. Ну а маленькая книжечка об апостоле с севера-юга, о митрополите Несторе, признаюсь вам честно, для многих стало открытием, потому что слово «имя Нестор» обычно связывает только с именем Нестора Литописца. Оказывается, был другой Нестор. Николай Александрович Анисимов, митрополит Кировоградский и Николаевский, 1958-1962 год. Его имя не числится даже в хрониках нашей епархии. Жаль, не знаю, на все воля божья. Но когда я вчитала из него шикарные, совершенные, потрясающие произведения, когда-то он сам написал изумительную книжку «Моя Камчатка», а о нем написано очень много книг. В России сейчас решается вопрос о его канонизации. Вы знаете, честно вам признаюсь, это будет заслуженная канонизация человека, который в советское время входил в кабинет самых-самых больших начальников, ну, по крайней мере, они себя считали такими, с георгиевским крестом на шее, а на возмущенные отзывы окружающих, как же вы можете, отвечал, а я его заслужил. Это был военный священник, это был духовный сын отца Иоанна Кронштадтского. И вы знаете, человек, который построил первую в мире часовню в память об убиенных царственных мучениках в Харбине, человек, который впервые написал о расстреле Кремлевского Кремля, о расстреле Московского Кремля в 1918 году, он заслужил действительно, как мне кажется, хорошей и доброй памяти. Он ушел в свой смерть, его не репрессировали, его не убили. Его 8 лет пролежали в страшных советских лагерях. Даже после этого он остался тем, кем он был всегда, апостолом с севера. Ну а мы вот так рискнули с Ириной Александровной сказать еще и юга, потому что именно в годы его правления у нас ни одна церковь не закрылась. Когда он был еще в Харбине, к нему притекало очень много представителей нашей российской миграции. Это были люди, для которых слова за веру в царе Отечество были не пустыми словами. И чудесные слова расстрелянного в 1945 году поэта из русской миграции Несмелого, Арсения Несмелого. Вы знаете, я это стихотворение цитирую на каждой экскурсии. Я думаю, что не только оно вошло в эту книгу. Это стихотворение обо всех, кто прошел этими тяжелыми путями эмиграции, но остался навсегда русским, православным, честным человеком. И кричу, страфов восторгом сконков. Цепкий, злой, и цепкий, как репей. Как торнадо, загрестет потомков. Дерзкий ветер наш, и попей. Вы знаете, вот этот вот ветер, и попей, захлестывает. И поверьте мне, до сегодняшнего дня еще люди утопают в нем. Но они довольны. Честно, я еще пока не встречала. Продолжение следует...